очень приятно видеть вас сегодня снова вечером я хотел бы сегодня начать чтобы мы вспомнили что было вчера помните мы говорили о трех таких самых главных измерениях бога которые мы видим в торе мы видим что отец он открывает творение через дух святой мы видим откровение а через сына мы имеем искупление избавление и мы говорили о том как бог сотворил нас по своему образу и подобию и на его образ помогает нам понимать наше существование а его подобие помогает понять нам наши действия и вот эта вся история творения дает нам такой органический или естественный смысл творения и когда бог вдохнул дыхание в человека мы это понимаем как с точки зрения органической и родственных связей органическая имеет ввиду естественное природное а родственное то что это не философское а и настоящее и бог хочет чтобы мы переживали отношения с ним и мы также увидели как открывается сама по себе постепенно и мы также говорили о важности семен которые определяют начало мы говорили о семени израиля мы говорили о семени авраама что означает вера и мы говорили также о семени якова которая говорит о активном таком действии с богом помните мы говорили о семени садока которые определяли уже два вида священников священство я хочу задать вам вопрос к какому виду священство мы больше принадлежим или похоже правильно аминь аминь и мы также увидели как тора через наши отношения и закон подтверждает нашу веру и это помогает нам быть готовым к наследству я не помню говорил ли я вам о том что имеется ввиду наследство с божьей точки зрения так же как и земля обетованная она рассматривалась как наследие и вот эта обетованная новая жизнь это то наследие которое бог хочет чтобы мы получили и приняли а это обетованная жизнь она заключается в том что он хочет чтобы мы стремились идти вперед и были слугами и так же мы говорили о том что есть божья цель в том чтобы наша совесть была чистой и непорочной и так же есть другое о чем я хотел бы уделить внимание во второзаконии 31.16 во второзаконии 31.16 и написано это завет мой который я поставил с ним я хочу открыть вам и объяснить как это важно с одной стороны мы видим как народ он поклоняется чужим богам но важный вопрос в том что такое чужой бог и были некоторые моменты в жизни когда мы были вовлечены в чем-то с другими людьми или делали какую-то работу с ними и бог говорил мне что есть что-то чужое в работе или какие-то такие чужие инородные компоненты работы иными словами бог говорил что я находился в такой работе такой деятельности с другими людьми и в этой работе было нечто чужое неприятное для бога а бог хочет чтобы мы были в правильном позиции перед богом а вот такие чужие боги или чужие вещи это то что находится в неправильном положении перед богом и я уверен что вы были вовлечены в таких вещах там где были неправильные люди или они нарушали права или что-то было неправильно в ситуации правда это понимаете и также мы говорили о том что тора может обеспечить видимые цели чтобы мы видели большую картину и часть этой большой картины это чтобы она заключается в том чтобы укрепить нашу совесть и мы увидели что речь идет не о религиозных догмах или традициях но речь идет о том чтобы иметь отношение с богом через дух святой и вопрос совести он приводит нас к наивысшему уровню истолкование торы и мы говорили что тора это основание богословия которое поднимается через откровение и нам нужно иметь личное откровение о мессии причина по которой сказал что богословие оно поднимается открывается через откровение потому что чем больше мы получаем откровение от духа святого духа истинны тем больше мы имеем крепкую и сильную богословие и понимание бога и также мы говорили о двух важных пониманиях концепциях двух частей десяти заповедей вы можете мне напомнить к чему относятся первые пять утверждений десяти заповедей а к чему относятся следующие пять заповедей the justice of god хорошо и когда мы понимаем праведность божью таким образом мы также почитаем образ божий по которому мы были сотворены а образ божий он относится к нашему существованию а когда мы понимаем справедливость божью мы понимаем подобие божие и как мы можем ходить и действовать через наши дела и наши действия и также мы говорили о духе десяти утверждений заповедей и мы увидели как шаббат открывает нам это понимание о каких двух понятиях кто может мне сказать о двух понятиях которые мы увидели во второзаконии касательно шаббата creation and redemption она знает все да некоторые из этих вопросов которые он сейчас говорит могут быть на тесте и потом мы пришли к настоящему или правильному пониманию основания божьего престола и мы увидели это в восемьдесят восьмом псалме пятнадцатом стихе и помните как основанием является правосудие и правота как в синодальном переводе написано это то что приходит от престола божьего и так это милость и истина или любовь и истина и это важно потому что это границы божьего завета если мы понимаем это мы можем выиграть любые дебаты или споры помните что я говорил вчера что мы очень часто сталкиваемся со многими спорами потому что у людей разные варианты истолковывания торы но если вы будете фокусироваться на этих пониманиях на правосудие и праведности божьей и через то избавление и искупление которое он дает через это и вы знаете что все пути божьи они соответствуют милости и истине и мы также говорили о том как это выглядит в качестве измерения божьего правосудия она и балансирует любовь милость и истину и так же мы будем двигаться сейчас дальше мы увидим как это применяется в новом завете и первое о чем мы поговорим мы говорим о праведности и мы видим и у нас есть очень два хороших примера в римлянам 3 глава с 25 1 по 22 стих и 1 иоанна 2 глава 29 стих и первый отрывок римлянам 3 22 говорит о том как праведность исходит от бога через верность мессии и шо и в первом иоанна 2 29 там говорится о том как насколько важно практиковать праведность и рассматривая правосудие и суд и мы видим два примера первый пример в матфея 7 глава 2 со 2 по 3 стих потому что еще а там говорит тем судом которым вы судите вы будете судимы и той меры которые вы меряете также вы будете применена она будет к вам и вот почему очень важно чтобы наше сердце было правильным в правильном положении и наша совесть была чиста потому что как мы можем судить если наша совесть и сердце они не правы это очень важно и также важно утверждение которое шо сделал в матфея 23 23 где он критиковал книжников и фарисеев и он называл их проклят лицемерными и он указывал на важность важные вопросы торы которые являются правосудием милосердием и верой а теперь давайте поговорим о милости в матфея 9 13 ешуа говорит пойдите и научитесь что значит милости хочу а не жертва иными словами во времена ветхого завета синайского завета были очень много жертв которые предназначались за грех но если мы ходим в любви и в милости мы не будем хотеть грешить и помните как павел в римлянам 12 главе говорит что быть живой жертвой а быть такой же живой жертвой речь идет о том чтобы иметь правильное живое сердце состояние сердца а правильное сердце это и сердце которое имеет являет милость и павел в ефесянам 2 глава 4 по 5 стих он использует интересную фразу где он говорит однако бог настолько богат милостью и любит нас такой безграничной любовью я думаю что мы очень часто забываем насколько безгранична его любовь чем больше мы понимаем суть его безграничной любви тем больше мы можем ходить с этой любовью внутри нас и я также думаю что это важно чтобы мы видели когда еще говорит идите и научитесь что это значит это означает что это важный урок который нужно изучить поэтому урок милости и любви это важный урок а теперь давайте поговорим немного о истине Евангелие от Иоанна говорит больше всего о истине чем другие книги я прочитаю 4 местописания все они есть у вас в распечатках на 2 странице Иоанна 4 глава 24 стих Бог есть дух и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине Иоанна 14.6 Иисус сказал ему я есть путь и истина и жизнь никто не приходит к отцу как только через меня Иоанна 15.26 когда же придет утешитель которого я пошлю вам от отца дух истины который от отца исходит он будет свидетельствовать о мне Иоанна 18.37 Я на то родился и на то пришел в мир чтобы свидетельствовать о истине всякий кто от истины слушает глаза моего Амин Итак, эти четыре концепции они являются настоящим основанием Торы Если мы понимаем эти концепции тогда мы будем лучше понимать молитву Шма А теперь давайте поговорим о молитве Шма потому что это сердце Божьего закона Но также мы хотим понять дух Шма И второзаконие 6 глава с 4 по 5 стих Что Бог имеет в виду когда Он говорит от всего твоего сердца? Я понимаю что это интересно Я вырос как еврей Я ходил в синагогу Я каждый Шаббат пел Шма Но когда ты его читаешь Шма очень много раз Оно идет в твой разум Но оно не попадает в сердце И мы хотим сейчас поговорить о духе закона Что Бог по-настоящему говорит? О чем идет речь когда всем сердцем? И речь идет о всех твоих желаниях, привязанностях и стремлениях И это то что указывает и утверждает наш путь жизни А кто из вас так настолько сильно чего-то хотел, что мы достигали его всем своим разумом, желанием? Но мы понимали что делали ошибки потому что мы достигали неправильных вещей А то что Господь говорит нам по-настоящему Он хочет чтобы мы достигали его и всего того что он имеет для нас Потому что речь идет о внутренней мотивации нашего сердца Это не о тех внешних делах которые необходимо делать А что же он имеет в виду когда он говорит всею душою? Душа она касается нашей личности, способностей, интересов и эмоций Это то как выражаем мы себя через внешнее поведение Первое что он говорит имей правильное сердце или правильную внутреннюю мотивацию И если наша внутренняя мотивация она правильна То те внешние дела которые мы делаем они также будут правильными И это касается нашего поведения, нашей речи и наших действий Это то как люди нас видят, воспринимают как мы ведем себя, как мы говорим и что мы делаем И это важно когда мы ходим в вере чтобы мы имели эту правильную мотивацию внутри А что же он имеет в виду когда он говорит всеми силами твоими? Речь идет о всех наших способностях и ресурсах И они включают в себя наше время, наши таланты Наши также усилия, деньги И то как мы влияем на других людей И мы должны посвящать себя Богу чтобы находить Его благодать и чтобы ходить в Его силе и в Его действии И даже когда мы говорим молитву шма очень быстро А вы понимаете что это намного глубже нежели просто сказать ее И я думаю что это важный момент который евреи упускают Потому что по-настоящему истинно мы можем отображать все это только через Ешуа Понимаете? В течение моей жизни я изучал много Я научился многому Но я изучил очень глубокий урок касательно любви И Господь сделал мне вызов, испытал меня немного недавно Чтобы я изучил все то что Он говорит о любви И я был удивлен тем что я нашел четыре вида любви о которых говорит Тора И мы поговорим о них И это поможет нам понять Божью любовь намного глубже Потому что чем больше мы понимаем разные виды любви Тем больше тем лучше мы занимаем правильную позицию перед Богом И первое слово на еврите о любви это Ахав И Ахав говорит о той любви которая имеет отношение Это первичное слово которое было использовано о любви Потому что Бог он нацелен на отношения И два примера где это слово Ахав используется И это второзаконие 6 глава 5 стих и первое царство 18 глава с 1 по 2 стих И я ободряю вас просмотреть эти местописания чтобы увидеть как Бог говорит об этой любви И другой вид любви который слово на еврите это Рахам И это говорит о Божьем сострадании А в мире мы думаем и говорим о романтической любви Но Бог смотрит на любовь которая исходит из сострадания Но для того чтобы иметь сострадание Нам нужно уметь иметь увеличенное расширенное сердце И вот почему слово увеличенное Рахав на еврите Очень похоже на название этой любви Рахам И это помогает нам увидеть что Бог хочет что мы имели большее сердце и крепкое сильное сердце Потому что мы можем иметь сострадание к другим людям Только тогда когда у нас большое сердце И я думаю что это касается того вопроса который задавал Саша по поводу бездомных людей И только то как мы можем проявлять и иметь отношение к бездомным людям Это только через сострадание или из большого сердца И это означает не только то чтобы наше сердце было сильным и увеличенным Но оно должно быть свободным чтобы любить других людей А понимаете ли то что когда я говорю иметь свободное сердце Потому что если у нас есть злость и непрощение наше сердце оно не свободно Вот почему настолько важно иметь прощение И у нас есть три очень важных местописания которые говорят об этой любви И также есть у вас в конспектах это Псалом 17.2 Второзаконие 30 глава с 1 по 6 стих и Псалом 118 32 стих Мне нравится то что говорится во второзаконии 30 главе 6 стих Потому что там сказано «И обрежет Господь Бог твое сердце твое» И там сказано «Чтобы любить Господа Бога твоего» Я был удивлен когда я был молод Что это значит иметь обрезанное сердце? Мы поговорим об этом через некоторое время Потому что я верю что ответ находится в Новом Завете И мы поговорим об этом И третий вид любви на иврите Слово на иврите «хошак» И речь идет о таком зрелых связях И слово «связывающее» оно важно здесь Потому что речь идет о быть соединенным вместе Когда у нас есть зрелая любовь Мы можем не только быть соединенным и связанным с Богом Но мы также можем иметь здоровые отношения Потому что это те семейные отношения, о которых идет речь И истина в том Что те браки, у которых состояние плохое Потому что в них нет зрелой, связывающей, укрепляющей любви Может быть, их любовь начиналась из романтики Но вы понимаете разницу Но это также та любовь, которая радует и желает счастья Потому что такая любовь, она восполняет наши желания Вот почему это зрелый вид любви И я думаю, что это одна из самых сложных видов любви, к которым можно подойти Вот почему нам нужно расти в ней И потом четвертый вид любви называется хесед И это тот вид любви, который соединяет все виды любви И это та любовь, которую мы читали в Псалме девяностом, четырнадцатом стихе И иногда мы относимся к ней как милости и доброжелательной И мы сейчас вернемся к этому Псалму, Псалом девяностый, четырнадцатый стих И мы сейчас говорим еще раз, опять же, о зрелой, связывающей любви хасак И я его прочитаю За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое И я думаю, что это важно, чтобы мы здесь видели Как он говорит, за то, что он возлюбил меня, и это слово возлюбил используется хасак Бог говорит, что он избавит нас Он поставит его на высоту Потому что мы знаем его имя Я знаю, что иногда мы смотрим на этот Псалом для защиты Но вы также должны увидеть, что Бог делает ударение на этой зрелой, связывающей любви И это учит нас тому, что Бог рассматривает любовь как нечто очень серьезное И теперь мы переходим к хесед И это та заветная любовь, которую Бог имеет к нам И хесед по-настоящему это плод всех других видов любви Если у нас есть первых три вида любви Ахав, Рахам и Хашак Тогда у нас будет возможность иметь такую любовь хесед И есть нечто важное касательно любви хесед Она указывает на близость с Богом У многих людей есть такие трудные времена касательно вопроса близости с Богом Потому что мир, он учит нас неправильных вещей касательно близости Но Бог хочет, чтобы мы были в близости с Ним и мы имели с Ним близкие отношения И когда мы читаем в Новом Завете слово «связывать» Или «пребывайте в Моей любви» Он говорит о том, чтобы иметь глубокие интимные взаимоотношения с Ним И только то, как мы можем иметь близкие взаимоотношения с Ним Это только через любовь Понимаете ли вы четыре вида любви? И я хочу, чтобы вы размышляли на этих местописаниях касательно этих видов любви Потому что Бог, он подводит итог В Исходе 3, 4 глава, с 5 по 9 стих Где он говорит о величии Его любви И где он там же, где он говорит, что он является милосердным Долготерпеливым и многомилостивым И также то, что он является истинным Это то, как Бог представляет Себя И это то, как Он хочет, чтобы мы познавали Его И чем больше мы понимаем Его природу И все эти виды любви Тогда мы поймем, как применять Тору Потому что мы увидим то, как Павел говорил о Торе Да, мы пойдем на перерыв Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok